Даже если имя Джеффри Безоса не говорит вам ровным счетом ничего, то его проект Amazon.com скорее всего вам известен. Да-да, это тот самый крупнейший интернет-магазин мира, который сегодня задает тон всему сетевому торговому сектору. Это именно тот магазин, в котором впервые в мире были введены отзывы на купленные товары и создана уникальная система продаж, превзойти которую пока еще не удалось никому. В данном видео я расскажу вам о 10 фактах о компании Amazon, о которых вы возможно не знали. Биологический отец Безоса Тодд Йоргенсен выступал в цирке, балансируя на моноцикле на натянутом тросе. Он потерял связь с сыном после того, как мать Безоса развелась с ним и повторно вышла замуж. Сейчас Йоргенсен владеет небольшим велосипедным магазином в Аризоне и только недавно обнаружил, что его сын стал одним из самых успешных предпринимателей в мире. Первоначально Безос хотел назвать свою компанию Кадабра от слова Абра-Кадабра, но забраковал идею после того, как кто-то услышал вместо этого кедавер, труп. Название Amazon Безос выбрал по двум причинам. Первая, чтобы указать на масштабность проекта, ведь магазин запускался со слоганом «Самый большой магазин книг на Земле». Вторая, в то время списки веб-сайтов часто представлялись поисковыми системами в алфавитном порядке. Изначально компания Amazon специализировалась только на продаже книг. Позже Amazon стал распространять музыкальные диски и видеопродукцию. Первой книгой, которую продали через Amazon.com, стала книга Дугласа Хофстаттера «Текучие понятия и креативные аналогии. Компьютерные модели фундаментальных механизмов мышления». Когда компания только начала работать в целях экономии на расходах, Джефф Безос сконструировал рабочие столы из дешевых дверей. Эти столы – символ бережливости и своеобразного мышления. «В Amazon очень важно быть уверенными, что мы тратим деньги на то, что важно для покупателя», – говорил Безос. Компания все еще дает награду DoorDask Awards сотрудникам, которые помогают внедрять особенно экономные идеи. Логотип Amazon, напоминающий стрелку, на самом деле не что иное, как смайлик. Улыбка соединяет буквы A и Z, намекая на то, что вы найдете здесь все, что душе угодно, от первой до последней буквы алфавита. В отношении условий работы Amazon составляет разительный контраст по сравнению с IT-компаниями, которые предлагают классные, но зачастую абсурдные корпоративные бонусы. Обеды в кафе в компании Amazon не оплачиваются. Из торговых автоматов в целях экономии электроэнергии выкручены лампочки. А новые сотрудники при устройстве на работу получают рюкзак, ноутбук и обучающие материалы. Все это надо вернуть, если они когда-нибудь уволятся. В 2007 году в магазине Amazon появилась первая модель электронной книги Kindle. В процессе разработки было предложено назвать ее Фиона в честь персонажа из научно-фантастического романа Нила Стивенсона «Алмазный век». Но к моменту выпуска книги на рынок название было изменено на Kindle, под которым ее и знают сейчас во всем мире. С тех пор устройство добралось до пятого поколения, год за годом побеждая конкурентов с соотношением цены и качества, оставаясь в списке самых популярных ридеров в мире. В 2011 году был выпущен Kindle Fire – планшет, положивший соперников на лопатки за счет простоты, понятности и все той же невысокой цены. Изначально Kindle Fire не метил в конкуренты iPad, однако статистика неумолимо демонстрирует – устройство от Amazon достигло уровня предзаказов, который в два раза превышает таковой на устройство Apple в первый день продаж. А с iPad Air и вовсе случился анекдот. Позиционируемый как легчайший аппарат, он оказался тяжелее Kindle Fire HDX7 почти на 100 граммов. Пользуясь случаем, в Amazon не применули привлечь покупателя провокационной рекламой – Kindle Fire HDX7 Leicert Hand Air. Конечно, слоган незатейливо переводится как «легче, чем воздух», но мы-то с вами знаем, в чем дело. Да и слово Air недвусмысленно написано с большой буквы. Годовой доход Amazon, равный 34 миллиардам долларов, превышает ВВП половины стран мира, таких как Гондурас, Сьерра-Леона или Руанда. Общая площадь всех складов Amazon превышает 700 спорткомплексов, таких как Madison Square Garden. Все склады магазина могли бы вместить больше воды, чем 10 тысяч олимпийских бассейнов. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также предлагаю посмотреть мои предыдущие видео. Подписывайтесь на наш канал.